Я Никита Загдай, это «Честная баскетбольная». Мы выходим на международный уровень. Раньше он был советским баскетболистом, потом зажигал с Нижним Новгородом в качестве главного тренера в Евролиге на Евробаскете. Со сборной Латвии обыграл Россию, а сейчас будет отвечать честно на наши вопросы. Айна Расбагацкис, обещаете говорить правду, только правду? Честная баскетбольная. Я представляю вас как тренера, но вы же никого не тренируете сейчас. Это часть нашей жизни. Тренера придумали. Иногда не работать. Правда, я никогда вообще в жизни считаю, что не работал. Я трудился, у меня был хобби, был игроком, перерос автоматически тренера, образование тренера, тренировал. Сейчас вот после 8 лет работы в сборной и в клубах поступил такой хороший перерыв. Вы хотите снова стать практикующим тренером? Уже хочу. Для того, чтобы вам стать тренером, нужно, чтобы кого-то уволили. А это мне не нравится. Это мне очень не нравится, потому что… Но нет команды без тренера. И никогда не будет команды без тренера. Тренера, очень часто последние люди, которые понимают в спорте, понимают в баскетболе. Иногда тренеров меняют. Великий тренер Гомельский сказал, что ты должен встать на колени. Иногда чутиться на колени, чтобы потом смог встать. Это не моя ситуация сейчас, но я был такой ситуацией. А скажите, за какими командами сейчас особенно пристально смотрите? Не могу сказать конкретными командами. Я смотрю, особенно когда есть дни Евролиги, дни Еврокубка, интересные игры Champions League. За единой лигой ВТБ тоже следите? Само собой. В Нижний Новгород пойдете или дождетесь, пока они в Евролигу попадут? Понимаете, почему я про Нижний Новгород говорю? Могу представить. Когда вы пришли в Нижний Новгород, говорили вслух, он пришел на все готовое. Я не соглашусь, что пришел на все готовое. Если так говорить, посмотрите, которые игроки были перед тем, команде, когда она вышла. Там, конечно, это был сумасшедший успех Нижнего Новгорода. Очень большой вклад в этот успех нес Зоран. И приходит время, когда ты должен двигаться дальше. Зоран поменял клуб. И одно есть выйти, конечно, на Евролигу. Второе, если помните, мы вышли в топ-16. Я никто не ожидал. Плюс в Евролиге мы не были мальчиками для бытия, если правильно. Ну, если помнить тот сезон. Это был хороший сезон, но продолжение сказки предыдущего сезона? Или отдельная история? Нет, нет. Я после того сезона сказал особенно, если не ошибаюсь, мы в БТБ лиге начали сезон 12 побед подряд, если не ошибаюсь. И когда мы проиграли, я сказал, каждой сказке приходит конец, к сожалению. Но мы не можем никогда смотреть по себе, по команде, как было вчера. Я считаю, что в профессиональном спорте нету прошлого, нету будущего. Есть сегодняшний. Вы назвали однажды себя тренером, умеренным диктатором. Тренер должен добиться того, что он видит на поле, мне поле, любыми способами. И мне с некоторым надо поговорить, объяснить. Некоторым надо накричать. У меня хороший пример был в Красноярске, когда я был тренером, что один из игроков сказал, вы так хорошо, вы так хорошо. Прямо все объясняете, но можно чуть-чуть матом сказать это все. Я сказал, какие проблемы, когда я это рассказывал Олегу Знарку, который тогда только начал работать в России. Он сказал, а как ты вообще в России будешь работать, если ты матом не объясняешь? Я говорю, ну, я стараюсь чуть-чуть по-другому. Диктаторами я больше думал то, что я не стараюсь. Я считаю, что мне не надо бороться с игроками, перевоспитывать их, упрашивать. Один раз можно переубредить, один раз можно наказать, но второго, третьего раза уже не надо. Лучше уволить и взять другого игрока, чтобы не мучить ни его, ни себя, ни команду. Какую команду в своей тренерской карьере вспоминайте с особой теплотой? Первое, что я сразу хочу ответить – сборная Латвии. Я не могу сказать, что это последняя команда сборной Латвии, которая, все-таки, мы сейчас заняли пятое место на все предыдущие команды и пятнадцать. Подождите, подождите. Малюсенькая Латвия. Я видел на карте. Малюсенькая Латвия – пятое место в Европе. И вы говорите, это плохо? Ну, вы знаете, у меня остался еще осадок. У нас всегда учили, что есть хорошо, как есть. Я никогда не соглашаюсь этим. Заочно команда, тренера. Мы знали, что мы можем, мы можем достичь много. Когда проиграли славянцам, остался осадок. Остался осадок. Мы все-таки проиграли в чемпионате только две игры. Оба проиграли финалистам. Проиграли минимально. Это часть работы, но мы знали, что мы можем больше. А что нужно было сделать, чтобы не было осадка? Выиграть. В принципе, есть в баскетболе… Нет, в профессиональном спорте. Я когда-то считал, сейчас я это не считаю, но когда-то считал, что есть только одно место. Первое. Остальные все, второе. Вы один из немногих, кто остановил Алексея Шведа. Он против вас провел худший матч на чемпионате Европы? Ну, условно, да. Тем не менее, для нас главное было не только остановить Шведа. Я считаю, что если команда, как сборная Россила, если там есть только игроки Евролиги, плюс лучший снайпер Швед, плюс, по-моему, один из лучших центровых в Европе, который спокойно может играть в NBA. Я не знаю, почему не играет Мозгов. Это только… Должны понять, что там не только есть цель остановить Шведа. Я считаю всегда, что это команда, и там все игроки, которые в сборной России, они вау уровни игроки. Когда вы последний раз проигрывали бросковую дуэль? Сыну проиграл летом. Не-не, поддавки не считаются, когда вы по-настоящему проиграли. Не-не-не, реально. Ну, наверное, я скажу так. Если соберусь, и не надо двигаться больше одного-двух метров, если я соберусь, если буду видеть цель, я никогда не проиграю. Я думаю, что мало кто помнит такую команду. Была такая команда в Екатеринбурге – Евраз. Вы играли вместе с Виктором Киро. Да, он хороший парень, хороший игрок. Отношение было, то, что, как я называю, профессиональное. И то, что потом он, как он играл попозже, это только подтверждает мои слова. Мне вообще интересно, и так получилось. Это был 2003 год. Латвии не был нужен, но я еще был под контрактом. Венспил со мной уже не считался. Хоть я в чемпионате Европы почти 20 очков в среднем забивал. И Екатеринбург меня выкупил. Я был, наверное, первый трансфер латвийского баскетбола тогда. Мне было 36 лет, и трансфер был. И, как Венспил всегда говорил, мы воспитываем игроков. И приехал в Екатеринбург, где-то неделю еще не было ясно. По контрактам я тренировался, как у нас говорят, на Сухуев с командой. В контактных игр не участвовал. Первая игра была для меня с Униксом. Я сказал, давайте я сыграю, и завтра уеду домой, если мы можем тут договориться, я по этой игре против Уникса, не помню, сколько там, 27 или сколько забил. В основном играл разыгрывающего. И после этого все контрактные обязательства были выполнены. И я остался. Последний раз, когда вы выгоняли игрока из команды? Последний раз я хотел выгнать, меня разрешили. Две причины должны быть. Первая, которую я смотрю, профессионализм. Я не понимаю, если игрок на словах говорит, что он за команду, он за товарищей по команде, за тренера, за клуб, он даст сам все, что есть, а одновременно он спокойно может перед игрой или даже в день игры нарушить режим. Одновременно есть игрок, если ты берешь игрока под какой-то конкретной концепцией ситуации, и ты его видишь в какой-то роли команде, или нападении, или защите, и он вообще выпадает за этого. Ну, никак. А какие принципы? Не спать с чужой женой, не приходить трезвому на тренировку, что еще? Не принципы, я же говорю, просто игрок одновременно может не спать с чужой женой, приходить вовремя, выполнять все то, что ему тренер говорит. Наслаждайтесь Harper about to play, Вы же сами говорите, наслаждайтесь баскетболом, наслаждайтесь процессом, но при этом пить нельзя. Каждый из нас наслаждается по-другому, видит... Не все могут наслаждаться, как вы, вы ходили по стеклу босиком. И по углю ходил тоже. Вы игроков заставляли ходить? меня не заставлял, не заставлял. Игроки по углу не ходили, игроки только по стеклу ходили. По углу только тренера и весь этот тренерский штаб и доктора даже ходили. Это вот и есть философия, наслаждайтесь процессом. Ну это точно кайф. Там же у нас даже дети шли, там подруги игроков сборной шли по стеклу. Надо интересно проверить себя, ты можешь или не можешь. Я еще делал с игроками, мы вместе делали и отдельно тренера. Еще такие, более такие дикие, как кажется, со стороны вещи, как по стеклу ходить. Какие? Ну, как я уже говорил, по углу ходить гораздо опаснее, да. Например, там арматурные эти спицы из стали мы изгибали. Так, тренировались рано утром, убрал телефоны игрокам. Отобрали у игроков телефоны? Иногда, иногда, да. Вы серьезно? Да, я понимаю, это очень жестко звучит. Что мы еще сделали? Старался добивать игроков из зоны комфорта. Но это к тому, чтобы игрок мог больше сфокусироваться на то, что делает, и чтобы познать свои возможности. Ваша пресс-конференция отдельное наслаждение. Можно разбирать на цитаты. Журналисты вас запомнили. Это все в публичном пространстве. А что вы говорили в раздевалке? С одной стороны скажу, это отдельная тема, да. Потому что то, что происходит в команде inside, так называемой, внутри команды раздевалки, я стараюсь всегда говорить, это святое, это не выносится с раздевалки. Однажды хороший парень, хороший, скромный парень, который любит делать партнеров лучше, он отлично пасует. Дима Хвостов. Вы ему сказали, буду тебя штрафовать, если не будешь бросать трехи. Будь эгоистом, будь негодяем, бросай пять раз. Я не соглашусь, условно, бросать мы тоже можем по-разному. Есть почему-то полная Европа с игроками, NBA, которые бросают без стыда и совести по 30 или больше бросков. Надо или надо, одновременно команда ничего не выигрывает. Хвостов – это отдельная история. Я не знаю, почему предыдущие тренера Диме сказали, что он должен быть таким чистым, как мы говорим, распасовщиком. По-моему, он очень-очень талантливый. Просто скромный? Это вы у него спросите. Он не разговаривает с журналистом? Я знаю. Лучший баскетболист, которому приходилось работать? Наверное, играть с кем приходилось – это был Сабонис. Это вау. Вы довольны нашей беседой? Да. Я думаю, мы хорошо провели время, мы наслаждались этим. Да, вы предложили мне пройтись по стеклу. Телефон не буду отбирать. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok